Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «7 минут». 24 апреля по всему миру вспоминают жертв геноцида армян на территории Османской империи. И сегодня у нас в гостях Александр Мирзаян, председатель Рязанской областной общественной организации «Армянское духовно-культурное общество Лусь». Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Если можно, для начала небольшую историческую справку, потому что на сегодняшний день, я думаю, мало кто знает о факте геноцида армянского народа, который был в 1915 году. Значит, я должен сказать, что Армения – первое христианское государство в мире, которое приняло христианство в 301 году н.э. И оно находится и размещается на перепуте, пересечении дорог и границ, и в то же время среди мусульманских государств. Это единственное государство, которое между Турцией, между Персией, между Азербайджаном, и вот она на Кавказе получает на сегодняшний день одно, которое исторически большую территорию имело, и веками она находилась подвигом и Турции, и Персии. И вот благодаря русскому государству, потому что армянский народ хотел свободы, как и любой другой народ, хотел национального развития, национального единства, своей нации, своей культуры, и поэтому нужна была обязательно помощь извинения. И эта помощь, взоры обратились на христианский, братский, русский народ. И в те времена, до геноцида, еще в 16-17-18 веках, народ армянский в Милики собрались на Горном Карабахе, да, и отправили делегацию в Москву, и там приняли, и с течением времени создалась восточная, вот эта армянская государство. Подчиненная Турция, то есть подчиненная, как бы, в рамках российской того времени самодержавия, освободили, смогли выжить каким-то образом. А та часть, которая осталась под территорией Турции, она тоже искала свое решение вопроса, искала и не находила. И пользуясь тем, что, турецкое государство, пользуясь тем, что шла мировая война в 1915 году, хотя геноцид армянского народа, он, если так по историческим фактам брать, то 1895 года по 1923 год. 24 апреля взяли за основу, почему? Потому что был создан план такой турецкой Османской империи, что сперва уничтожить интеллигенцию армянскую, потом обрубить силу мужское население. И вот они с этой целью что сделали? 24 апреля в Стамбуле арестовали всех армян-интеллигентов, и докторов, и архитекторов, и, в общем, всю науку, писателей, композиторов, великого комитаса. И уничтожили, посадили в тюрьму, уничтожили. Второе, мужское население было призвано в вооруженные силы султаната, призвано в армию от 18-летнего до 50-летнего возраста. И там в войсках их расстреляли, уничтожили, в приказном порядке выводили куда-то и там уничтожали. Армении не имели права, они были второсортными людьми на территории Турции, они не имели права ничего, не носить армян. И если они не имели оружие, то второсортными людьми считались, потому что они христиане. И вот 24 апреля весь мир отмечает памятную дату, страшную, чудовищную дату геноцида армянского народа на османской территории того времени. Александр Арестович, а почему же так получилось, что на сегодняшний день не все признают факт геноцида, и кто не признает? Вы знаете, на сегодняшний день, на самом деле, не много государств не приняли, признали геноцид, но из первых самых, это был Ургвай. А Россия, в том числе, это первая наша братская Россия, единственная, надежная территория, в которой проживают 3 миллиона армян. Из 7 миллионов всего на мире проживающих, 3 миллиона в России. Даже на территории самой Армении меньше живет армян, чем здесь вот на территории России. И естественно, что люди заняты насущными делами, а геноцид как бы в прошлом. Но вот, идя к столетию геноцида, широко освещается и по всему миру проводится очень много различных мероприятий. Очень много. И митинги, и издания различной литературы, и телевизионные передачи, и кинофильмы. И во всех странах мира армянский народ, будучи гражданами этого государства, хорошими гражданами, настоящими гражданами, они не забывают то, что они армяне, и вот этот вопрос геноцида поднимают. Ищут справедливости, мы ищем справедливости. Государственная комиссия Армении, когда готовила к столетию геноцида план, она естественно избрала и символ, и вот цветок незабудка. Цветок незабудка, которым пятилепестковый, и он по всех народах мира считается, я не забуду, я помню, незабудка. Цветок памяти. Вот взяли, он пятилепестковый, поскольку полтора миллиона, тогда проживало где-то до двух с половиной армян, миллионов, на территории Турции. Полтора было уничтожено, остальные исламизированы, остальные смогли каким-то образом выехать, сопротивляясь, найти пристанище на всех пяти континентах мира. И в первую очередь в России, очень много помогала и Франция. 24 апреля по всему миру отдают дань памяти жертвам геноцида армянского народа. А в нашем городе проходили какие-то мероприятия? Однозначно, вообще, Рязань и Армения кровно связаны, давно причем. На территории старой Рязани, сожженной Рязани, был обнаружен клад и тарелка, медная тарелка, с армянскими буквами, на которой написано «ворти обели» – армянскими буквами. То есть это говорит о том, что здесь, на Рязанской земле, армяне были давно. И, естественно, мы проводили много мероприятий, в том числе восстановили, отремонтировали вместе с армянской диаспорой, Арамом Казаряном, нашим Абеляном Михаилом, с людьми, с теми, которые могли оказать помочь, поддержку, восстановление Хачкара. Хачкар – это крест победы, памятник духовному единству, боевому братству русского и армянского народа. Потому что все народы во время Великой Отечественной войны отдали свой вклад в победу над фашизмом. Это же тоже геноцид, как бы мы ни говорили. Естественно, в Доме общественных организаций, с помощью правительства Рязанской области, с помощью Министерства по делам территориальных образований и национальных общин, общественных организаций, было проведено круглый стол, посвященный геноциду армян. Он назывался «Столетие геноцида армян. Уроки истории неонацизма на Украине и современности». Широко было много и телевидения, и газеты. Информация доходит до людей. Уже наши нарязанские люди понимают, что такое геноцид. И даже сегодня многие мои друзья звонят и говорят, примись соболезнования. Мы возле Хачкара в 16 часов провели 24 числа митинг. Много народу прошло. А в 11 часов дня, это у нас в храме Бориса Глеба. Почему в храме Бориса Глеба? Оказывается, из истории, из христианства, Борис и Глеб – это сыновья царицы Анны, армянки по происхождению, которая вышла замуж за князя Владимира. Она замуж не выходила, пока тот не принял христианство, велигию свою, не вошел в это. И потом она вышла замуж и родила двух сыновей Бориса Глеба, которые тоже канонизированы и считаются святыми. И вот армянский народ по разрешению митрополита, и вот уже много лет мы к этому храму там собираемся. Хотим, конечно, свой храм. Владыка Вениамин одобрил и благословил. Я был у него на приеме, что да, это правильно, надо храм строить, надо выходить на правительство области, на город, чтобы выделена была земля. И, естественно, потом уже начинать какое-то в этом плане строительство. Потому что и русская, и армянская, значит, это народ, они и христиане, и они родные, по духу люди. Александр Арестович, к сожалению, наше время уже подошло к концу. Большое спасибо, что сегодня вы нашли время и приехали к нам в студию. Спасибо. И в этот год мы скорбим вместе с вами. Спасибо. У нас будет дальше тоже в течение года. Эту тему, конечно, она 15 понятна. Будем дальше каким-то образом там работать, просвещать вместе, идти к успехам. К успехам. Спасибо вам. На этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Субтитры подогнал «Симон»